Дачное каратэ, повадили всякие тролли на мой канал, не только на политический, но и на дачное каратэ. Я с ними вступать в дискуссию не буду. Рекомендую тем, кто общается в сети, просто удалять из круга своего общения тех, кто выглядит, ведет себя недостойно. Я с уважением отношусь к любым занятиям, спортом, физкультурой и так далее. Ищу в этих занятиях какой-то смысл, лишь бы не было профанации. Нужны систематические тренировки, два раза в неделю, будьте любезны, по полтора-два часа интенсивной тренировки. Желательно у хороших учителей. У меня, слава богу, учителя были хорошие. И сам я длительное время занимаюсь каратэ, в юности занимался дзюдо, самбо, вольной борьбой и так далее. Подготовка у меня вполне достаточная для того, чтобы в такой достаточно легкой манере рассказывать о разных аспектах боевых искусств. Ну, по крайней мере, для тех, кто мог бы ими заняться, начиная со своего дачного участка, продолжая где-то в спортивных залах. И принося пользу и своему организму, и своей психике, формируя те навыки, которые позволяют человеку быть полноценным гражданином. Вот. Второе, с чего начинаем, это легкая разминка. Разминка такого вот свойства, которое, в том числе, отвечает на вопрос о скорости. Да, можно бить очень сильно, но эти удары пойдут в молоко. И я много раз, ну, не много раз, а достаточное количество раз видел, когда такие здоровые бугаи, дяди под 100 кг весом били. Такие удары, ну, слава богу, не в голову кому-то вдруг случайно бы попали. Ну, в основном они бы не попадали. И вот вместо удара был такой шлепок, ну, видимо, вот кулак, когда большой, то кажется, что любое движение приведет к результату. Ну, достаточно голову убрать в сторону или чуть-чуть подсесть, и все эти удары посыплются неизвестно куда. Ну, и кроме того, эти люди, когда промахиваются, они проваливаются и бегут дальше, подставляя противнику спину. Вот, ну, если они учатся, потихонечку учатся бить сначала в мешок, потом в лапу, которая вместе с партнером перемещается, то тогда навык приобретается достаточно быстро. Надо бить по поверхности, которую вы хотите поразить. Если вы этим не занимаетесь, то боевых искусств как таковых нет. Айкидо тоже боевое искусство, но там ударная техника включается далеко не сразу. Но если она вообще не включается, то, конечно, о боевых искусствах говорить невозможно. Хотя я очень уважаю айкидо, сам немного занимался этим делом, и мне все очень понравилось. Тем более, когда навыки каратэ дополняются айкидо, это очень здорово. Вот о скорости. Есть простое упражнение. Вы потихоньку бьете, вот становитесь в какую-то стойку, ну, лучше, вот учебная стойка кибодачи. Вот, встали в стойку кибодачи и бьете потихоньку удары. Раз, два, раз, два. Потом на один счет два удара. Раз, два, раз, два, раз, два. Потом на один счет, или можно так, раз, два. Можно на один счет дальше три удара. Раз, три. Раз, два, три. Дальше четыре, пять и так далее с максимальной скоростью, какая только возможна. Вот сейчас выставили руку вперед. Раз, два, раз, два. Дальше. Свой корпус Ноги у вас неподвижны Вы начинаете работать мышцами пресса и спины И у вас исчезает иллюзия Сильного удара Когда вы используете все остальные Части тела А вот эти части не используете А эти части как раз и способствуют Скорости Дальше продолжаем Раз подвижны Четыре сделали Пять поехали Подышали Шесть делаем Кажется я семь сделал один раз Семь делаем Ну и так далее На мешке Вот на таком не очень тяжелом Делать скоростные удары не очень хорошо Потому что он Откакивает И вы в ритм не попадаете Следующий удар может Провалиться Вот поэтому Начинать его быстро бить И вот он уже ушел Ну неудобно То есть его Для того чтобы его бить Надо его отклонить сначала И вот в этом состоянии лупить Очень неудобно Гораздо удобнее Наша штуковина Вот эта груша Которую мы назвали Алекс Сейчас руки мы у нее Оторвали Нет необходимости в них И даже можем их Загнуть Чтобы они нам Не мешали Вот в такую грушу Быстро бить Можно Потому что она возвращается Вот можно Это тоже довольно быстрый И сильный удар Если он попадает сюда Постучить себе в плечо Ну это довольно сильный удар Если он попадает В нужное место Ослепляющий удар Да С кистевым таким движением еще Оп Опа А потом идет уже Мощный удар Да Могут быть вообще удары Ладонями А дальше уже нокаут Дальше уже нет вопросов Ну еще Вопрос еще остается Как подойти к человеку На расстоянии вытянутой руки Ну подойти Когда он не ожидает Или когда он сам подходит Ему что-то от вас нужно Вот он ручку поднимает Вы ручку эту блокируете И бьете его Поскольку Если он до вас достает руку То вы тоже достанете А если он даже немножко подальше Ну подшагнете немножко Да То есть вот эти все движения Мощное движение сбоку Тоже хорошо тем Что Плохо видно Но если вы будете мощно Подсаживаться Все это медленно А если вы уже сбили Противника Каким-то образом Разрушили его Его движение И создали свое Раз И вторая рука у вас Вылетает мощно Раз Вот такие Такие движения Удар по горлу Быстрый удар Ну вот с какой скоростью Можно нанести 10 ударов На старт Внимание Марш Можно попробовать сотню На сотню уже тяжелее Устанешь На старт Внимание Марш Вот сотня На секунды покажем Когда будем монтировать Покажем за сколько секунд Это все прошло